Ciao a tutti! Sono Iryna. E voi? А вы? E voi? Sono Iryna. E voi? Я Iryna, а вы? Oggi, сегодня, oggi parliamo italiano. Parliamo italiano. Сегодня мы говорим по-итальянски. Oggi, сегодня parliamo italiano. Мы говорим по-итальянски. На прошлом уроке мы узнали, что бывают три типа глагола на are, на ere и на ire. И также мы с вами спрягали глагол говорить. Как он будет? По-итальянски parlare. Parlare, глагол на are. И мы с вами учили окончание. Окончание o, i, a, iamo, a, te, anno. Давайте сначала вспомним устно, как спрягается глагол parlare. Io parlo, tu parli, lui parla, lei parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Итак, теперь вы. Я говорю вместоимения, вы говорите мне форму. Io parlo, io parlo, io parlo, tu parli, lui parla, lei parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Надеюсь, вы сами смогли вспомнить все формы. Это было на самом деле несложно. Ну, а чтобы зрительно их вспомнить, сейчас я вам покажу досочку. Вот это то, что мы с вами проходили на прошлом уроке. Три типа глагола, are, 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 are. И спрягали глагол parlare. Io parlo, tu parli, lei parla, lui parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. А сейчас мы с вами будем изучать языки. Как же по-итальянски сказать английский, немецкий, испанский и сам итальянский? Сейчас вы посмотрите на досочку и попробуйте сначала сами догадаться, как переводятся языки. Ведь в каждом языке языки похожи. Они имеют похожие названия. Хм, кроме одного. И вот это одно вам придется найти. Какой-то один язык позже в каждом языке называется по-разному. Какой? Интрига. Итак, вы видите название языки. Лингуэ. Лингуэ. Я вам сделала две колоночки. В одной колоночке языки, которые имеют окончание эзэ. Напоминаю, что буковка с между двумя гласными читается как з. Эзэ. Эзэ, эзэ. Я их выделила красным маркером. Ну и во втором колоночке те языки, которые имеют окончание о. Зачем это нужно? Чтобы было легче запомнить. Сначала все на эзэ, потом все на о запоминаем. Итак, попробуем читать. Португейзэ. Португейзэ. Мы ставим буковку А, К, чтобы буковка G читалась как г. Португейзэ. Пожалуйста, перепишите правильно. Инглейзэ. Франчейзэ. Напоминаю, что это буковка Ч. Перед буковкой Э она читается как Ч. Франчейзэ. Мы знаем такие слова как Гуччи. Пишется через колокольчик си-си. Франчейзэ и чинээзэ. Итак, португейзэ, инглейзэ, франчейзэ, чинээзэ. Ну, как вы думаете, что такое португейзэ? Ну, это португальский, конечно же. Инглейзэ. Как сложно догадаться. Инглейзэ. Инглейзэ по-испански. Инглейзэ, это у нас английский. Франчейзэ, французский, франчейзэ и чинэзэ. Чинэзэ, как чайна. Чинэзэ, это китайский. Итак, вот мы выучили 4 слова, которые имеют окончание эзэ, португейзэ, инглейзэ, франчейзэ, чинэзэ. Переходим ко второй колонке. Что мы там видим? Итальяну, спаньолу. Напоминаю о том, что буковка G плюс N читается как нь. Нь, мягкая. Спаньолу, руссо, тедеску. Руссо читается, две буквы S читается как С. Вот если стоит одна буковка, тогда она читается как З. Вот если две стоит, тогда как С. Итальяну, спаньолу, руссо, тедеску. Итальяну, итальянский, спаньолу, испанский, руссо, русский, тедеску. Что такое тедеску? Да, что за странное слово, такого языка не существует. А нет, дорогие мои, такой язык есть. И это язык немецкий. Бедный, несчастный немецкий язык. По-английски он German. По-немецки он Deutsch. По-русски он немецкий. По-испански он Aleman. По-итальянски он Tedesco. Бедный, несчастный немецкий язык. Во всех языках он называется по-разному. Ну что, запомним. Tedesco это язык немецкий. Итак, еще раз прочитаем языки. Lingue, языки. Portugese, inglese, вместе читаем. Francese, chinesi. Italiano, spanielo, руссо. Tedesco. Надеюсь, вы запомнили некоторые языки, как будто итальянский. Italiano. Запоминаем первое слово. Italiano. Английский. Inglese. Французский. Francese. Итак, пошли как будто итальянский. Italiano. Английский. Inglese. Французский. Французский. Еще раз. Итальянский. Italiano. Английский. Inglese. Французский. Французский. В обратном порядке. Французский. Французский. Английский. Inglese. Итальянский. Итальяно. Запоминаем еще один язык. Русский. Руссо. Четыре слова повторяем. Итак, итальянский. Italiano. Английский. Inglese. Французский. Francese. И русский. Руссо. В обратном порядке. Русский. Руссо. Английский. Inglese. Французский. Французский. Итальянский. Итальяно. Добавляем еще один язык. Испанский. Спаниоло. Спаниоло. Итак, пошли повторять все языки. Итальянский. Итальяно. Английский. Inglese. Французский. Francese. Русский. Руссо. Испанский. Спаниоло. И добавляем еще один язык. Немецкий. Tedesco. Tedesco. Запомните это слово. Tedesco, Tedesco, Tedesco. Tedesco, Tedesco, Tedesco. Повторяем все слова вместе. Итальянский. Итальяно. Английский. Инглезе. Французский. Франчесе. Русский. Руссо. Испанский. Спаниоло. И немецкий. Tedesco. Tedesco. В обратном порядке вспомним. Немецкий. Tedesco. Испанский. Спаниоло. Русский. Руссо. Французский. Франчесе. Английский. Инглезе. И итальянский. Итальяно. Итальяно. Ну и учим последние два слова. Это чинезе. Китайский. И португейзе. Португальский. Португейзе. Чинезе. Повторяем все слова. Ах! Восемь слов. А как много оказывается. Ну ничего. Восемь слов в день. Умножаем на тридцать. Получаем двести сорок слов в месяц. Как привлекательная. Какая привлекательная цифра. Двести сорок. Ну, скажем так, по чуть-чуть, да по чуть-чуть. Почему бы и не двести сорок слов в месяц? Был бы хороший результат. Итак, повторяем все слова. И как будет итальянский. Итальяно. Английский. Инглезе. Французский. Франчезе. Испанский. Испанол. Русский наш дорогой язык. Наш могучий. Руссо. Немецкий. Тедеско. Итак, китайский. Чинезе. И португальский. Португезе. Повторяем еще раз. Португальский. Это португезе. Китайский. Чинезе. Русский. Руссо. Немецкий. Тедеско. Испанский. Испанол. Самые известные языки. Английский и французский. Инглезе. Франчезе. И итальянский. Это итальяно. Вроде бы ничего не забыли. Итак, на нашем сегодняшнем уроке мы с вами учили название языков. И мы знаем, что слово языки это лингве. И мы выучили 8 языков, которые вы должны повторить дома. Чтобы каждый раз получить мои видеозаписи, вам нужно первое, подписаться на мой канал. Если вы не можете подписаться, значит вам нужно завести почту на гугле. Заводите почту на гугле, подписывайтесь обязательно на мой канал. Только так вы сможете получать все видеозаписи. Только так. Второе, добавляйтесь ко мне в друзья вконтакте. Все контакты вы увидите здесь, где я вконтакте, в фейсбуке. А также, пожалуйста, вступайте в мои группы вконтакте. Если вам нужны индивидуальные уроки английского, немецкого, испанского, либо итальянского языков, пожалуйста, пишите ко мне в личные сообщения об индивидуальных уроках по скайпу. А с вами была Ирочка Шапилова. И я очень рада, что вы учитесь вместе со мной. Вместе мы будем полиглоты. Рассказывайте своим друзьям о том, что есть бесплатные уроки английского, немецкого, испанского языков. Вместе учить веселее. Грации. Грации, милле. Спасибо большое. Чао. Увидимся вскоре. Грации. 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 Продолжение следует...